Трасса 101 Приветствую, в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает. Почти В скором времени в Госдуму собираются внести законопроект, по которому ГИБДД получит доступ к медицинским данным граждан Эта тема обсуждается уже много лет Цель – выявить среди водителей тех, кому противопоказано управлять автомобилем Например, это хронические алкоголики или люди с серьезными отклонениями психики При возникновении подобных претензий в отношении конкретного шофера Госавтоинспекция сможет обязать его пройти дополнительное медобследование Если подозрения подтвердятся, гражданина лишат водительского удостоверения Трасса 101 До конца июня должен быть решен вопрос, насколько подорожает автогражданка Впрочем, Центробанк, как обычно, не использует термин подорожания Звучит словосочетание «расширение тарифного коридора» Причем сразу почти на 30% Это соотносится с уровнем роста цен на автозапчасти Отраженном в недавно отредактированных справочниках, которые используют страховые компании А новый базовый тариф для легковых автомобилей регулятору видится таким От 1646 до 7535 рублей Практика показывает, что страховщики склоняются к применению верхней планки Трасса 101 В 2023 году планируется запустить движение беспилотных грузовиков между Москвой и Петербургом Для этого на трассе М-11 оборудуют специальные полосы Скорость движения беспилотников до 75 км в час Всего на первом этапе их будет три сотни По мнению руководства госкомпании «Автодор» В результате примерно на четверть сократится время доставки грузов А кроме того, на 10% снизится стоимость перевозки В 2024 фуры без водителей должны опробовать маршрут Москва, Казань, Красноярск, Чита, Китай Трасса 101 Резонансное решение вынес суд в Тюмени Он приговорил водителя электрического самоката к году лишения свободы условно Почему так строго? Потому что 27-летний гражданин катался на электрическом самокате Во-первых, нетрезвым, во-вторых, повторно нетрезвым Последний случай был зафиксирован в декабре прошлого года В декабре в Тюмени Суд установил, что мощность двигателя самоката превышает 250 ватт А это уже категория транспортных средств М-мопеды Интересное исследование провела компания Citroen Оно касается британских водителей, у которых есть маленькие дети Оказывается, почти половина таких автовладельцев регулярно совершает поездки Только для того, чтобы ребенок уснул Причем Чада погружается в сон гораздо быстрее, находясь внутри электромобиля Объясняется это тем, что в такой машине отсутствует шум и вибрация от двигателя внутреннего сгорания Так что французы советуют, если хотите отдохнуть от маленьких непосед Купите электрокар и катайте их на нем Трасса 101 И в завершении новость от нашего партнера С 30 мая по 30 июня на АЗС Движение При покупке от 20 литров бензина Ультра 92 через систему быстрых платежей Действует скидка 2 рубля с каждого литра На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова Подписывайтесь на наш телеграм-канал Трасса 101 До свидания Трасса 101